Дмитрий Сергеевич, я просил подготовить. Есть у вас до две минутки там какой-то материал должен быть? Если есть. Дима, слышишь меня? Поставь, пожалуйста. Сентябрь 41-го. Урочище Бабий Яр на окраине Киева. За два дня там были расстреляны 30 тысяч евреев. К расправе эсэсовцы активно привлекали бойцов из Организации Украинских Националистов, АУН. Особую роль в этих убийствах сыграл Буковинский Куэй, ОУН. Затем из этих отморозков фашисты сформировали так называемую вспомогательную полицию 115-й и 118-й батальоны. Полицаи расправлялись с местным населением, охраняли концлагеря, исполняли другую грязную работу. В 42-м украинские националисты орудовали уже в Белоруссии. Символом их ужасных преступлений стала расправа в деревне Хаты. Тогда украинские полицаи из того же 118-го батальона согнали 179 жителей деревни в сарай и заживо сожгли всех. Стариков, женщин, детей. Белоруссии, рвавшихся из огня, расстреливали из пулемета. К концу войны в Белоруссии оставалось более 10 тысяч бандеровцев и советская власть выкуривала их из белорусских лесов вплоть до 52-го года. Весной 1943 года в нескольких уездах Волыни произошли события, которые повергли в шок все польское население Западной Украины. Под покровом ночи банда украинских националистов окружили и вырезали сразу несколько крупных деревень, населенных поляками. В качестве орудия убийства налетчики использовали топоры, вилы, серпы и косы. В деревне Липники банда УПА вырезала 179 человек, в том числе 51 ребенка в возрасте от годика до 14 лет. Волынская резня стала закономерным итогом развития украинского национализма, основные идеи которого были сформулированы еще до войны его вождями Андреем Мельником и Степаном Бандерой. По их мнению, будущая Украина должна была стать этнически чистым государством, построенным по принципу «одна нация, одна партия и один вождь». 30 июня 1941 года на центральной площади Львова лидер АУН Степан Бандера провозгласил создание новой незалежной Украины. В акте независимости Бандера писал. Украинское государство будет тесно сотрудничать с Великой Германией под руководством Адольфа Гитлера, создающей новый порядок в Европе и помогающей украинскому народу освободиться от московской оккупации. В тот же день во Львове началась резня польской интеллигенции и еврейские погромы. Самой кровавой датой в истории Волынской резни стала 11 июля 1943 года. Тогда на рассвете банды УПА при активной поддержке местного украинского населения окружили и напали сразу на 176 населенных пунктов. Даже на фоне кровавых событий Второй мировой войны извращенная жестокость и садизм бандерацев по отношению к беззащитным людям до сих пор шокируют исследователи. Женщинам спарывали животы и заливали туда кипяток. Грудных младенцев прибивали ножом к столам, выкалывали глаза, в голову вбивали гвозди. В деревне Поросля братьям Горшкевичам, пытавшимся позвать на помощь советских партизан, разрезали животы, отрубили руки и ноги, раны засыпали солью и еще живых бросили умирать в поле. Сотни поляков, в основном женщины и дети, были сожжены заживо в авинах и костелах. По данным польских историков, всего за 1943-1944 годы на Западной Украине бандерасами и их подручными было вырезано от 80 до 100 тысяч поляков. Только с приходом Красной Армии многие палачи и участники Волынской резни получили заслуженное возмездие. Вот это Бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня являются героем Украины. И это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем.